После шарнобырской катастрофы в Забалском сельском совете Будокошалевского района отселили 7 населенных пунктов, у которых больше 200 подворков. Основную участку будинку поховали, но некоторые домы заховались до нашего часа. Потом не стало и сельского совета, его территорию долучили до соседнего, Широковского. Сейчас тяжело догадаться, где еще 30 лет тому находились жилые домы и вытворческие побудовы. Тогда шмат кому сдавалось, что все самое доброе осталось в минулом. Сегодня на могилках былого поселка Веселый Курган собрались и были прохожане приходу. Эти неколи означали у Михаила Адарченко. У свой час в благословлении на поступление у семинару ямодал митрополит Минский Султский Филарет. Михаил Адарченко помер в 98-м, у 44-х годового взрослые, а я память об им живее заразе. И он давал людям веру, якая допомогала жить. Благодаря отцу Михаилу не только духовно они укрепились и возросли, но некоторых отец Михаил, будем так говорить, даже лечил. Не только словом, но он занимался, кстати, получил благословение и лечил травами, кстати. Потому что молитва и, скажем, какой-то чай, настой помогал очень многим людям. В час приезда дымочной группы в агрогородку Широкая занимались реконструкцией дитячей плясовки. Ее побудовали, когда семи годов тому, а за минулый час она состарела морально и физично. У необходности такого объекта в местном сельсовете Перекананы, пост Чарнобыльский час разгубленности прайшов, у вёсты снова нарожаются дети. Сегодня в Широким, когда 20 шмат детных семью, для сучасного сельского населенного пункта это немало. Они продолжают жить на территории самого населенного пункта, так как либо работают здесь, либо имеют какие-то приусадебные участки. То есть дополнительные возможности жить, работать и иметь свою сельхозпродукцию для своих же деток. Для выращения пытаний, о которых я хвалюсь населенства, в Будокошелевском районе створен институт помощников старшин сельских советов. А прочитываю, что месяц тут проводится День депутата с уделом депутатов национального схода областного, районного и местного совета. Проблемы, которые связаны с наступственной Чарнобыльской катастрофой, на них уже не вздымаются. Самое важное, что вопросы, поднимаемые на уровень и депутата палаты, и представителей других уровней, они находят свое разрешение. И мы искренне благодарны нашему парламентарию в том, что все вопросы всегда удовлетворяют наших избирателей. Либо разъяснением, либо консультацией, либо практическим его решением.